В Ненецком округе подвели итоги реализации долгосрочного медико-социального проекта «Красный чум». Он реализуется на территории региона ежегодно с 2008 года совместными усилиями компании-недропользователей, окружных властей и центральной районной поликлиники. В 2017 году финансовую поддержку проекту оказала компания «Лукойл». Благодаря «Красному чуму» в первую очередь оленеводы и члены их семей получают квалифицированную медицинскую помощь и проходят полноценную диспансеризацию. До 2008 года для обследования кочующего населения привлекались медики из Архангельска. Специалисты центральной районной поликлиники участвуют в реализации проекта «Красный чум» уже в десятый раз. В этом году врачи работали в одной из самых отдаленных территорий субъекта поселки Каратайка. Также медобследование прошли оленеводы СПК «Дружба народов». Было осмотрено 366 человек, в том числе оленеводов и чумработниц было 109 человек. Это составляет 84% от всей численности оленеводов поселка Каратайка. Списочный состав оленеводов и чумработниц СПК «Дружба народов» составляет 130 человек. Кроме этого, на осмотр приходили и члены их семей, дети, которые проживают в школах, интернатах, и сезонные работники СПК. По словам руководителя медицинского отряда «Красный чум» Виктория Гаврилова, у обследованных жителей поселка Каратайка было выявлено 868 различных заболеваний. Среди оленеводов – 318. Из общего количества выявленных в ходе диспансеризации заболеваний преобладают болезни глаз, заболевания эндокринной системы, болезни органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Эндокринолог до обследования направил 40 человек, также рекомендовал выезд в областные центры для проведения пункции щитовидной железы, это 11 человек. По результатам обследования 32 человекам рекомендовано оперативное лечение, в том числе по поводу эндопротезирования, это относится к высокотехнологической помощи. Также необходимо дообследоваться и выезжать в областные центры для дальнейшего лечения. В этом году тундровиков и местное население впервые обследовали на онкозаболевания и ВИЧ-инфекции. По результатам анализов 14 пациентам рекомендована консультация у онколога Ненисской окружной больницы и узких специалистов с выездом при необходимости для дообследования в областных центрах. Среди медиков возникал вопрос о целесообразности их использования. Но сами, когда они стояли в вопрос о целесообразности, сказали, что уже на тот период было 3% выявлено на ранней стадии. То есть 3% я считаю, что это очень много и очень положительный момент это выявление на ранней стадии. Это понятно, что потом требуется дополнительное исследование. То есть самое главное, чтобы про этих пациентов не забывать и дальше их исследовать. Так что мы эту практику еще раз обсудим с медицинским сообществом, с медицинскими работниками, но мы ее все-таки хотим практиковать дальше. Благодаря систематическим обследованиям многие болезни удается вовремя вылечить. Начиная с 2008 года полный осмотр специалистов Центральной районной поликлиники прошли свыше 6,5 тысяч человек. Это жители отдаленных поселений и кочующее население. Средства на вылет и работу передвижного отряда выделяет окружная администрация и компания «Лукоил» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Мы всегда рады участвовать в этом проекте. Проект уже существует давно. Мы участвуем с 2008 года. И продолжаем участвовать в этом проекте «Красный чум». Будущие года снижать финансирование мы не планируем. Поэтому самое главное, чтобы было желание у администрации этим заниматься. А мы будем с большим удовольствием помогать. Отмечу, что в 2017 году медико-социальный проект «Красный чум» был реализован дважды. В августе, во время празднования Дня оленя и в декабре. Планируется, что такая практика будет продолжена. В текущем году ожидается выезд бригады медиков в поселок Хривер. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...